Здравствуйте! Меня зовут Филимонов Борис и это видео вынос. Сегодня вы поймете, что бородатый и часто не очень хорошо пахнущий системный администратор это действительно тот, кого стоит опасаться. Узрите возвращение буйного телезрителя. Убедитесь, что голуби это не просто летающие крысы, но и очень хитрые гады в целом. Ну и в конец разочаруйтесь в людях с сайтов знакомств, точнее в их разумности. Поехали! Сколько в мире профессий разных увлекательных и разнообразных. Бухгалтер, менеджер по продажам, оператор определяющий пол цыплят, ну и выниматель мозга в конце концов. Что, не верите? Есть и такие. Да, работают на скотобойнях и вынимают мозги, как вы поняли. В общем, каждому специалисту нужен свой профессиональный праздник. Не все же им одним веселиться. ВОДВ! Так вот, есть и такая профессия – системный администратор. Многие офисные работники уверены, что сис-админы существуют только для того, чтобы перекрывать им доступ к одноклассникам и всяким ВКонтактикам. Где нахуй контакт? Где, блядь, друзья? Пиздущик! Хуй смотришь! Тяжело в общем живется системным администраторам. Никто их не любит, никто их не понимает. Но меж тем и у представителей этой славной профессии есть свой профессиональный праздник. И отмечают его они в таком духе. Это не странно. Как еще жить в мире всеобщего негатива? Так прошел день с админа. Главное окна админит. А нечего было лишнего пить. По крайней мере, этого грозного системного администратора теперь точно будут побаиваться. И никакой жалкий менеджер не посмеет обратиться к компьютерному гению со своими ничтожными вопросиками. Админ, ключи одноклассников. Ключи одноклассников. Админ, где мои одноклассники, а? Вот они выглядят. Вот они. Еще нас побольше добавим друзей. Сука. Боюсь даже представить, как эти жестокие и порой неуравновешенные люди ведут себя в домашней обстановке. Ну, к примеру, пятница, конец рабочей недели, стресс, поездка на дачу, забитая автолюбителями дороги, прополка картошки с давно уже нелюбимой женой. Все эти обстоятельства могут серьезно навредить и так уже не самой лучшей жизни системного кудесника. Слушай, проложил я им сервер, подключил клиентские компьютеры. А они где одноклассники, где контакт? Ну, коль я уже затронул тему семейных взаимоотношений, то можно вспомнить и этот старый видос о буйном телезрителе и его жене, лучшей подруге Кандализы Райс. Что, не помните? Позабыли? Ну, давайте еще разочек посмотрим. Оно того стоит. Ну, че, блядь, переключает-то, я не понял. Это мой телевизор, я за него плачу. Сударство Палестины. Да погоди, хуй ты стой, че там. Оттирай, дед. Идиотка, блядь. Анны, госсекретарь США, Кандализа Райс. Кандализа Райс? Че, твоя подружка, что ли, лучше? Да, дипломаты совместные. Что ты говоришь? Да, блядь, 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 обещали, блядь. Че уж для Африки, блядь? Че лучше его, блядь? Иди работать. Сейчас, побежал уже работать, понимаешь? Уж я бегу, спешу из мамы, блядь. Ой, капец. Почему я снова показал вам этот видос? Да потому что, как любой хороший кинофильм получает свое продолжение, так и видос про буйного телезрителя, Так и видео про буйный, в общем, так и видео про лучшую подругу Кандализы Райс тоже получило свое продолжение, только уже без Кандализы. Вот как-то так. Ну а что вы ожидали? Какого-то искрометного финала в духе первой части? Сами знаете, сиквелы зачастую разочаровывают даже самых искушенных киноманов. Но мне кажется, я знаю, как из двух видео собрать одно, но более-менее достойное. Благовище свое зацвое! Чтобы не воняло, блядь. Хау-лау, хау-лау! Метро – общественный транспорт, а общество у нас весьма разношерстное. Кстати, помимо людей, перемещаться в подземке очень нравится и собакам. Чувствуют они себя там весьма комфортно. Вы видели, какое хамство? Но ведь бывает еще хуже. Станция «Встокнулся». Уважаемые пассажиры, при выходе из поезда не забывайте свои вещи. Вообще, просто весь стыд потеряли. Но слава богу, мы-то люди, у нас есть хотя бы нормы морали. Они не позволяют нам до такого скатиться. Ладно, с этим все понятно. Но пока наше общество избавляется от последних остатков морали, так же легко, как от одежды, хитрые голуби планируют захватить мир. Эти гады уже путешествуют по коридорам подземки в поисках путей отходов и скрытых перемещений. Нет, ну вы видели, каков ублюд... То есть раньше, когда они нам гадили на голову, от них можно было хоть где-то укрыться. Ну, хотя бы в коридор подземки можно было спуститься. А теперь они же повсюду, ну как... Чиновники. Ну хорошо, хотя бы просто гадили. Они ведь теперь реально садятся на голову. Нет, ну вы видели это? Она ведь еще и кормит этого крылатого гада. Наверное, это действительно какой-то заговор. Самый главный голубь придумал, наверное, чтобы жирные голуби летали по небу и гадили ничем. Они привыкли гадить, а более маленькими голубями. Те, в свою очередь, падают людям на головы, прорастают, дают корни и дальше, ну, в принципе, как в видео. Но не стоит сильно бояться. Может быть, нам еще удастся избежать вторжения, так как у них в голубиной армии полно алкашей. Ну и напоследок видео с сайта знакомств. Хотя по нему и не скажешь, что оно сайта для одиноких искателей спутников в жизни. Безумство какое-то. Раньше ведь на этих сайтах дамы зацать трясли всем, что у них там трясется. Мужики квакали в монитор. Ну а это что за юный прелестник в труселях? Месье неудача облажаться целых два раза за 30-секундное видео. Что он вообще этим хотел сказать? Что доказать? Кого привлечь? Мне кажется, люди совсем уже посходили с ума. Они действительно не ведут, что и где творят. В общем, на этом все. Но на этой неделе увидимся на следующей. Меня зовут Филимонов Борис. Это был Видео Вынос. Держитесь бодрячком. Пока-пока. Ну как ты держишь?